Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Как заходят, не всегда в зеркало видно, зашел ли пассажир последний или не зашел. Таким образом стало удобнее. Все под контролем. В пассажирском транспорте вводится уникальная система видеонаблюдения. Вот эта установка ультрафиолета, зонда и бассейн на эти деньги куплены как раз получилась в любви с ума. Начать бизнес с нуля реально. Как получить государственную поддержку на открытии своего дела? Тронули своей детской непосредственностью, своим отношением бережным к природе. Уроки природы в день эколога. Школьники вступили в переписку с обитателями заповедника Утриш. Отдых должен быть безопасным. Курортный сезон стартует уже на этих выходных. Пляжные территории и посты, которые закреплены за здравницами, должны быть приведены в порядок и соответствуют требованиям государственной инспекции маломерных судов. Специально для этого сотрудники ГИМСа провели расширенный инструктаж. Протяженность всех пляжных территорий без малого 70 километров. Всего на учете стоит 103 пляжа, 27 детских и 14 общего пользования. Остальные закреплены за санаториями и пансионатами. Каждый из них обязан иметь на своей территории спасательный пост, который должен соответствовать всем нормам и требованиям, предъявляемых ГИМСом. На центральном пляже собрались сотрудники санаториев, в чью зону ответственности входит обеспечение безопасности на закрепленных территориях. Мы проводим инструктажи по оборудованию, по доведению каких-то новых требований, если они произошли за год, который прошел с прошлого года, скажем так. Все поотносятся с пониманием, потому что занятия проводятся на должном уровне. У некоторых возникают вопросы, на которые мы отвечаем. Всего на Анапском побережье планируется порядка 120 спасательных постов. Следить за безопасностью будут 500 матросов-спасателей. Все они прошли специальный курс обучения в муниципальной службе спасения. Но кроме этого важно, чтобы пост был оборудован всеми средствами спасения. Лодка, круги, жилеты – это только часть необходимого оборудования. Очень важно иметь пакет разрешающих документов. Без них эксплуатация пляжа категорически запрещена. Спасательный пост санатория Анапа в числе первых подготовились к курортному сезону и получили доступ к работе. Такие инструктажи необходимо проводить. Это обязательное мероприятие, которое должно проходить желательно два раза в сезон. Потому что матросы-спасатели могут измениться, могут заболеть, могут выйти с работы. Это самая ответственная работа, которая у нас может быть летом на нашем побережье. И мое мнение, что это правильное и нужное мероприятие. Всего на данный момент проверено 69 пляжей. Допущено к эксплуатации 48. Как нам рассказали в Государственной инспекции маломерных судов, проверки продолжатся. К началу курортного сезона, заверяют в ГИМС, все пляжные территории будут соответствовать нормам безопасности. Руслан Душевский, Анапа. В Анапе готовятся встречать делегацию из греческого города Побратима Лариса во главе с мэром города. Они примут участие в мероприятиях фестиваля «Античное наследие». На эту пятницу, первый день визита, запланирован прием у главы города-курорта Юрия Полякова. Для гостей подготовили насыщенную программу. Встречи, экскурсии, в том числе в комплекс «Атамань». В составе делегации будет муниципальный оркестр из девяти человек, который примет участие в общегородских мероприятиях. В Национальной культурной автономии греков считают, что развитие культурных связей – это локомотив, за которым последуют контакты в сфере экономики. Самое главное, что у них очень позитивное настроение, и они тянутся к нашему городу и налаживают очень теплые, хорошие отношения. Во всяком случае, уже сегодня идет, они уже интересуются, куда и где можно увидеть перспективу совместного сотрудничества. Ну и естественно, это курорт, сельское хозяйство. Я думаю, есть варианты, где общее должно быть. В анапских автобусах появятся камеры видеонаблюдения. По словам авторов этого проекта, новая система контроля позволит не только улучшить сервис, но и значительно увеличить безопасность пассажирских перевозок. Такие камеры высокой четкости с круговым обзором в ближайшее время появятся во всех автобусах. В каждой маршрутке их будет установлено три. Две будут следить за ситуацией в салоне, одна – фиксировать действия водителя. Две недели назад установили камеры. Стало удобнее контролировать пассажиров. Мусорят в автобусе, не мусорят, видно в автобусе уже. Как заходят, не всегда в зеркало видно, зашел ли пассажир последний или не зашел. Таким образом стало удобнее контролировать пассажиров. Сигнал от камер в салоне поступает на экран в кабине водителя. Параллельно идет запись на жесткий диск. В конце дня вся информация передается в специальный центр, где будет храниться в течение месяца. Помощь водителю для контроля за порядком в салоне автобусов. Во-вторых, дисциплинированность как самого водителя, так и самих пассажиров, что исключит необъективные жалобы в процессе перевозок. Ну, в целях вещей безопасности в первую очередь. Каждый такой видеокомплекс стоит порядка 40 тысяч. Покупать дорогостоящую аппаратуру будут собственники автобусов. Системой видеонаблюдения планируется оснастить весь автопарк общественного транспорта еще до начала чемпионата мира. В ближайшее время оборудование установят на всех 350 анапских автобусах. Руслан Душевский, Анапа-регион. В редакцию Анапа-регион поступило обращение от нашего зрителя. Появятся ли после открытия сезона дополнительные маршруты в сельские районы, а именно в направлении Юровки, Гастагайской, Джигинки и Хутора Разнакол. Теперь, по словам начальника отдела по транспорту городской администрации, здесь можно ждать значительных улучшений. С 11 июня 2018 года движение по 121 маршруту, это город Анапа, поселок Просторный, Хутор Красный, будет осуществляться автобусами по четырем графикам. То есть переводим на летний период времени. Расписание утреннее не меняется, дневное расписание будет откорректировано. Поэтому с расписанием можно ознакомиться будет как на остановочных пунктах, так и в салоне автобусов. Также нами по результатам обследования пассажиропотоков, а также на основании многочисленных обращений жителей Первомайского сельского округа, принято решение с 13 июня 2018 года изменить схему движения автобуса по маршруту номер 107, это город Анапа, Малый Разнакол, Большой Разнакол, через станицу Гастагаевскую. То есть первый рейс, который у нас делает с заходом 103 автобуса до Хутор Чиконгуро-Танапа, будет также осуществляться через Большой Разнакол, через Жигинку. Остальные, которые по 107 маршруту непосредственно движения автобусов, будут осуществляться через станицу Гастагаевскую. От торговли бижутерии к социально значимому бизнесу предпринимателю помогли с нуля открыть собственное дело, которое стало продолжением его давнего увлечения. В городском центре занятости население считает, что у предприятия неплохие перспективы. Здесь будет ковер, игрушки, в общем детская комната. Остались последние штрихи. Одно из основных направлений – давать уроки плавания для самых юных жителей и гостей города-курорта. Многие вещи приходилось придумывать практически на ходу. Для детей, которым требуется реабилитация, предусмотрена специальная лестница. Пол в душевое для дошколят подняли для удобства родителей. По образованию Тарас – оператор котельных установок. Он увлекается глубоководным дайвингом. До кризиса у него было в сети с трех десятков точек по продаже бижутерии. Однако дело пришлось закрыть и встать на биржу труда. В центре занятости ему прочитали специальные курсы по предпринимательству. Сам он увлекается глубоководным дайвингом. Из-за этого возникла идея открыть такой центр. Он разработал бизнес-план и получил грант – 107 тысяч рублей. Параллельно ему удалось мобилизовать собственные резервы. А специалисты центра помогли поверить в собственные силы. Как рассказали в центре занятости, на один такой грант от государства сегодня претендует по 3-4 человека. Идеи оценивают представители муниципалитета и торгово-промышленные палаты. В этом случае проект признали социально значимым, соответствующим концепции детского курорта и, само собой, перспективным. Детей у нас маленьких очень много. Плюс ко всему, что самое важное для нас, что предприниматель собирается создавать рабочие места для наших жителей. Бизнес полностью прозрачный. Сегодня в центре работают три тренера. Со временем штат будут расширять. В ближайшее время здесь появится еще один бассейн для младенцев. Температура воды в нем будет порядка 35 градусов Цельсия. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Анапский журнал «Путевые заметки» стал обладателем национальной премии «Хрустальный компас». Это первая награда в области географии. Она учреждена в 2012 году в Краснодаре. Главная цель – поддержать тех, кто считает Россию своим домом. К этой награде журнал шел немалых восемь лет. Стать первыми в номинации «Лучшее освещение в СМИ» – огромное достижение, говорит директор Светлана Ковальчук. Мы стараемся быть лучше, и я думаю, что мы будем жить благодаря нашим партнерам и своей энергии. За эти годы он изменился и набрал объем. Остались неизменными темы экологии, культуры и наследия Анапы. География «Альманаха» расширится в планах охватить Урал и Сибирь. У нас задача такая, что мы здесь не будем взмыкаться, мы выйдем на регионы. То есть у нас уже были предложения и есть предложения. Сейчас журнал намерен освещать события не только Анапы. В планах рассказывается о жизни в соседних регионах. Дети вступили в переписку с обитателями заповедника Утриш. Они узнали много интересного о жизни обитателей моря и побережья. А самое интересное можно было спросить лично. Конкурс организовал Федеральный информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела. Он проходил по всей стране. Лучшие письма и ответы войдут в специальную книгу. В украшенном своими руками конверте лягушка. Она умеет прыгать. Также письмо с пожеланиями и вопросами. Чаще всего дети спрашивали о том, где и кто живет, что любит делать, а также передают приветы и наилучшие пожелания. Здесь автор в том числе переживает, что краба многие норовят поймать ради забавы. А это неправильно. Немало писем пришло дельфинам, а также енотам. У них спрашивали, зачем они норовят все полоскать в воде. Это лишь часть корреспонденции. Авторы – воспитанники детских садов и школьники. Всего юные жители Анапы и Новороссийска написали около трех тысяч писем. Триста из них отобрали на местах, а два десятка отобрали для общероссийского финала. Очень трудно было выбрать, потому что все письма были детские, интересные. И выбирали мы, можно сказать, больше интуитивно, те, которые нас тронули. Тронули своей детской непосредственностью, своим отношением бережным к природе именно. Дети – это та благоприятная почва, на которой можно сеять семена действительно разумного, доброго отношения к природе. И только в том случае эта природа достанется нашим будущим потомкам в том виде, в котором мы видим ее сейчас. Юные авторы получили одинаковые награды, а вот среди педагогов выбрали лучших. Вместе с условиями конкурса они получили часть методики, что-то придумывали, опираясь на собственный опыт. Среди призеров – детский сад номер 40 из станицы Анапская. Там выбрали 10 животных, чтобы изучить их образ жизни. Рисовали, лепили, аппликацию, много читали литературу. Детки так заинтересовались, потом, когда мы писали письма, очень интересно было видеть. Победители из Новороссийска в детском саду, принадлежащем железнодорожникам, сосредоточились на лебеди. Оказалось, что хлеб им есть вредно для здоровья. Одна из воспитанниц выяснила, что лебеди не мокнут, так как их перья смазаны жиром. Узнала сама, рассказала другим. Она рассказала все это детям, дети в восторге. И, знаете, когда ты доносишь новую информацию, или когда дети тебе уже что-то интересное новое рассказывают, как бы тоже у них стоит поучиться. Теперь дети ждут ответов от обитателей леса и моря. С мыслями им помогут собраться сотрудники заповедника и волонтеры. По итогам конкурса издадут такую вот книгу – второй том. Велика вероятность, что в этот раз в нее войдут и утрижские истории. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте – anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова